Марлевые салфеточки принесли. Дайте одну пакуточку. Сейчас я покажу, как работать, а заодно разберемся, что делает ассистентка, а что делает фирмург. Рыба, как я уже сказал, скользкая. Поэтому как проще всего работать? Берите салфеточку, выкладываете к себе на руку. Раз, правильно, положили на руку. И берете рыбу через салфетку. Захватываете вот так, за спину. Если вы захватили через салфетку, то она-то оскользовать у вас не будет. Но, тем не менее, особенно с непривычки, она у вас будет болтаться в руках, все равно норовить как-то сместиться. Ассистент стоит с этой стороны и придерживает, чтобы она не прыгалась. Работать без ассистента достаточно неприятное занятие. Теперь, смотрим на нужность. Видите, одно лезвие у них остро кончается, второе у полукругло. Правда, это не у всех нужность. Вот здесь, допустим, оба остро кончаются. Но удобнее, конечно, с такими. Почему? Вот посмотрите, какое лезвие я ввожу в ванну, с острою или полукруглая? Полукруглая. Полукруглая. А что будет, если острое в вену? Кишечник. Ну, разумеется. У нас ведь задача убрать стенку тела, а отнюдь не изрезать внутренние органы. Поэтому ввели и развернули так, чтобы лезвие было почти параллельно брюху. Не вот так вот, это понятно? А вот так, почти параллельно брюху. И после этого поехали, не спеша. За вами никто не гонится. Зачет на время у вас не принимают. Все время держать вот с этим разворотом параллельно брюху. И небольшими движениями прорезаем. Дошли до участка между брюшными плавниками. И уперлись. Во что уперлись? Вот здесь. Перекарт. Ничего себе. Перекарт вот здесь, Кольте. Обманулись. А сейчас подождите, посмотрим, может увидите. Нет. Слишком он здоровый и упитанный. Вот. Здесь находится вот такая треугольная костяная пластинка, которая пришита к ребру. И плавники опираются на эту пластинку. Прорезание конечностей? Которая как называется? Таз. Таз. Конечно. Как вы видите, у них есть уже все совершенно. Прорезать таз трудно. У барышни может не хватить силы. Учтите, что проще он прорезается как раз точно посерединке. Если сместитесь к плавнику, рез будет сложнее. Ну и дальше. Дальше проходим до перикардиального района. Таз. 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 Главное. Марливый тампончик. Камья цанги. Такие вот ножницы, которые не ножницы. Ну. Камья цанги просто специальные для этого. Но можно просто на пиццете делать. Как они programme цанги? Камья цанги. Делаем рабочий тампун. Раз. Дело в том, что у карнцангов, видите здесь замочек, они не откроются. Пинцетик надо держать, конечно, постоянно, потому что если сделали тампун и отпустили, у вас тампон слетел. И вот таким тампончиком, вот рукояткой для него, аккуратненько промокаете. Отработанное тампонное в мусорный мешок, который у вас будет висеть. Понятно? Просто операционное поле должно быть чистеньким. Хорошо. Ну и теперь дальше. А дальше лучше всего упой. Ну, во-первых, посмотрите, вот эти тоненькие-тоненькие пленочки, которые фиксируются внутренние органы, они образуют сплошную линию или они сегментами подходят. Как будто это сегменты. 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 Отгадайте, что это за сегменты. А сейчас вы их увидите в стенке тела. Вот смотрите, что я делаю. Палец прижимаю к стенке тела и просто провожу им вперед. Вот так вот. В результате освобождаются внутренние органы от связи со стенкой тела. На самом деле достаточно вам будет с одной стороны пройти, вовсе не обязательно двустороннюю. Вот здесь вот. Немного. А, вот немного. Это брыжеечная артерия. Какая? Брыжеечная. Пленка, на которой подвешены внутренние органы, в целом называется брыжейка. Так. Заложили вот так там пончиком, скажем, там лежит и впитывается. Вот. Понятно, да? Сейчас я разверну так, чтобы вам опять было видно. Ну и поехали дальше. Дальше что сделаем? Дальше очень важно, собственно, важнее всего, освободить вот здесь. В зоне вашей работы, в зоне вашего разреза. Зачем? А чтобы увидеть, где кончается стенка тела и начинается внутренние органы. Чтобы все-таки не пороть внутренние органы. Когда дошли до границы грудных плотников, дальше не ходите. Дальше перикардиальная область. Дальше сердце. Так. Все. Дальше разрез вести не будем. Первый разрез сделан, правда ли? Теперь второй разрез как делается? Нет. Вот так захватываете. Так. Вот очистка от всякой грязи ножницы, это работает здесь. И сейчас мы сделаем вертикальный разрез вот сюда, в район боковой линии. Вот она сам. Угу. Угу. Так. Хорошо. Третий, предпоследний разрез. Отводите вот так. Вот сейчас придется рез поперек ребер. Понятно, что вот по центральной линии ребер не было. Вот этот разрез шел в метр до ребра. А вот этот разрез пойдет поперек ребер. Уживлять, что будет сложнее, будет вопросствовать. Перед этим разрезом аккуратненько, патчиком, убрали все сверстки. Пампунечка. Серьезенка зайдем. Так. Понятно, что вот если появилась кровь, чья это работа возиться? Серьезенка. 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 Отвывайте стеночку тела, чтобы можно было заложить тампун и закладывать тампунчик. Угу. Серьезенка. У второго ребра. А сколько у ребра всего ребра? У разных по-разному. Вот здесь почти невозможно. Вам будет подождаться. Серьезенка это очень важный орган кровообращения. И это просто губка, пропитанная кровью. Стоит ее хоть чуть-чуть задеть, и конечно травит очень сильно. Все, прошли серьезенку, дальше будет чище и спокойнее. Режьте, пока не упрётесь. А во что вы упрётесь? Ну, 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 вот здесь. Передние плечи. Что находится вот здесь за щелью жаберной крышки? Клейтером. Опору грудного клубника. Вот, увидите насколько это прочная штука. Во всяком случае, те кто захочет попробовать сделать еще и блокчное скрытие, вам придется тогда провязать к литру. Это отдельное удовольствие. Значит, видите, все время в районе боковой линии разрезаем. Доводим до конца, прорезаем кожу, чтобы не мешало. И теперь аккуратненько убираем связки. Убрали связки. Вот, да. Все. А вот теперь зайдите с этой стороны. С этой стороны. А вот видите, такая голубоватая пошла, белая голубоватая пленка. Говорит, перекажет. Говорит, перекажет. Там сердце внутри. Угу. Поэтому, убираем стеночку так, чтобы не задеть перекажет. А почему не с вами разрезали? Крой все зальет. Разрезать можно. Потом видно ничего не будет. Ну вот, когда его готовят, разумеется, спокойно режут и... А, когда его готовят, режут не так. Нет, режут просто без разницы как. Совершенно верно. Но, если вы при этом оставили внутренний орган здесь, то из вашей готовки выйдет не лучший орган. Да. А у нас сейчас пока все здесь. Нет, ну на стену приготовить, посмотреть. Да. Наша задача разобраться с тем, как устроено. А так вообще, такую рыбу выпотрошить 15 секунд. А на скате все глубиннее. Подождите. Он был гораздо больше. Ну, то, что он больше с одной стороны хорошо, с другой стороны. На скате вот таких деталей, которые здесь будут хорошо видны, увидеть было почти невозможно. Так, этот плотник я выбираю просто для того, чтобы он не закрывал оттрою. Я помню, какая была огромная печень у ската. Да. Огромная. У всех хрящевых печень, она же занимает половину объема внутренней полости. Это их поплавок, у них же нет плотных пузырей. У них неизменяемый поплавок. Печень очень богата жиром, а плотный жир меньше, чем плотность плотная. Так, хорошо. Отоперировали. Чем жирнее хрящевой рыбик, тем легче ему плавать. А Дмитрий Хрящевой рыбик? Нет, так. Как по-вашему? Кому сложнее утонуть, вот ему или мне? Вам. А у меня волк поплавок. Так что, не потопляем. Дети, я не знаю, что говорить маме. Я тоже. Так. Ну, теперь кардиальное облачное строим. Это я выбираю мышцы, чтобы они нам не мешали. Ну, и посмотрим, что у него хранился. Схранился в томате или нет. Что это за волк? Сердце. Ну, кусочек сердца. Работает. Да. А посмотрите. Видно? Всем понятно, что это не живое существо. Если сердце аккуратненько отрепарировать и положить в сосуд со специальным раствором, это раствор соли, называется раствор гингера, сердце будет работать часа два еще. Вообще, будем это вести его. Совершенно. Вот. Хорошо. На самом деле, сердце достаточно крупный орган. Это я ему только кусочек перекажется. Сейчас попробуем его. Поширю вдальше. Ну, ладно, это надо попозже сделать. Так. Работа для ассистента. На теплой крови. Добрый день. И это у всех, а не только у Карпа. Что именно? Такая вот долгая работоспособность. Долгая. Я думаю, что даже у людей. Вот Мухаммед Элита умер на несколько часов еще сердца. А тогда остановка сердца – это, может быть, причина смерти. Но это не сама смерть. Нет, не так. Нет, не так. По-настоящему сердце остановить чертовски сложно. Вот не просто сложно, а чертовски сложно. Вот когда начинают в сериале бегать и кричать «Остановка сердца! Остановка сердца!» Это что значит? Это значит, что сердце перестало прокачивать кровь. При этом сердце не прекратило работу. Просто вместо вот такой вот регулярной работы в строго определенном порядке сокращения камер начинается вот что. вот такое неупорядоченное сокращение называется фибрилляция. Если фибрилляцию не остановить, наступает смерть полная, потому что при фибрилляции кровь не прокачивается, а значит мозг не получает кислорода. Так что чаще всего, когда говорят про остановку в сердце, имеют в виду не действительно прекращение работы, а наступление фибрилляции. У нас с вами есть, разумеется, система автоматики, но, как во всех случаях, существует незнимаемый закон – плата за сложности. Чем сложнее устроен организм, тем сложнее в нем проводить какие-то, ну, совсем автономные задачки. Сердце рыбы, допустим, более автономно, чем сердце любушки, хотя у любушки тоже сердце со страшной степенью автономности. Наши сердца существенно менее автономны. Их можно, даже вынув из тела, сохранять ситуацию работы, ну, допустим, при мокрых операциях на сердце, мокрое – это со встретимся на сердце. Там раньше, во всяком случае, сейчас, наверное, техники есть, я вот просто не знаю последние годы. В кардиохирургии столько всего нового, что следить сложно. Но раньше переключали сердце на аппарат искусственного кровообращения. И сердце, и самого человека – АИК. Это насос, который просто гоняли, все сосуды крупные перерезали, которые ведут кровь сердца. И все это время сердца на собственной автоматике Шуравову. А что тогда такое смерть? Вот рыба мертва? Смерть вообще штука достаточно, как бы это сказать, это непростое понятие. Но самым надежным, да и по сути дела, вот здесь вне медицинская традиция, связывающая с сердцем, там, с дыханием и так далее, конечно, показатель один – стояние головного мозга. Умерли нейроны – все, ребята. Дальше может сердце работать, может легкие работать, но если головной мозг умер – все, ничего хорошего не будет. С этим связана совершенно ужасная проблема европейского типа медицины. Дело в том, что при некоторых стояниях человеку удается реанимировать, то есть заставить сердце работать, когда головной мозг уже умер. Назвать такое существо человеком сложно, потому что у него нет и никогда не будет, со стопроцентной вероятностью, ничего человечества. Ни сознания, ни памяти, ни ощущений, ни движений, вообще ничего в нем нет. Понимаете? Вот. Но с биологической точки зрения организм продолжает жить. Ну, это морковка. Ну, или подосины. Вот. Но пока организм живет сам, считается, что он живет, задача медиков – поддерживать жизнь. И так в некоторых случаях гадание надо десятилетиями. Так. Ну, поехали дальше. И теперь посмотрим, что же мы с вами здесь тут увидим. Сердце мы запрыли совершенно. Как вы видите, несмотря на то, что оно открыто на воздухе. Еще один комментарий. Да. Он совсем короткий. Значит, у меня дедушка, ну, вообще он в 91-м году умер, но тем не менее я его, наверное, застал, да? Сильно больше десяти лет имел такое заболевание, как аритмия сердца. То есть, все мое детство, ну, сказать, пока он был живой, была такая вещь. Тут он, ну, что-нибудь, ходит, все нормально, работает и так далее. И вдруг, в неожиданный момент, у него пульс возрастает. Ну, что-то знает, да скажите. Вот, как бы там, называется, останавливается, там, ну, там, садится, ложится. Очень понятно, да? Ну, и, что называется, ждет, пока это кончится. И это, в общем-то, была очень большая проблема на очень много лет. Если уж об этом вещь зашла, аритмия существует полтора десятка. Полтора десятка разных обмена. Это очень разнообразные нарушения в работе. Все они связаны как раз, так или иначе, с нарушением нормальной работы системы автоматии. Ну, и центральные автоматии еще бывают. Так, ну, давайте поехали дальше. Давайте на место свое. Что же вы сказали, что свечи? Во-первых, давайте подумаем, что мы вот так видим, пока ничего не трогаем. Какие идеи? Во-первых, вот это большое бурое пятно я его назвал, это селезенка. Хорошо. А вот это вот, что за такие желтоватые полосы? Печень. Не, ребята. Во-первых, печень с брюшной стороны всегда. С спиной стороны печень не бывает ни у кого. Ганата – это достаточно мощное и толстое образование. А теперь посмотрим, сейчас я вам просто зацеплю. Ага. Тишки. Ну-ну-ну, тишки. Тишки. Тишки – это совсем другое. Да, открывается плавательный пузырь. Сейчас, Саша, будет искать мне мышцы на плавательном пузыре. На плавательном пузыре. На плавательном пузыре. Я убеждал учительницу, что их нет. Да нет, я шучу, Саша. Так. Ну, а как по-вашему, вот это вот, видите, тонкая племка? Что это такое? А это вот тот висцеральный жир, про который я вам говорил. Угу. Угу. Ну, видите, как он упитанный, гладкий и кругленький. Так. А в районе селезенки всегда возитесь очень аккуратно. Иначе все займет. Так. Так. Ну, а теперь сейчас мы уберем, поскольку жировое тело никому не интересно. Всем понятно, что это не внутренний орган? Угу. 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 То, что может рассосать. Ну, конечно. Ну, по голодоку расследует. И все. И никакого жирового тела. Так. Хорошо. Вот это буроватая масса, которая сейчас освобождается. Видите, что я сделал? Я аккуратненько убираю пленочку, которая, как общий пакет. Вот видите, она сейчас у меня на пальцы, да? Угу. Угу. сшивает все полостные органы вместе это можно сделать без всяких ножниц вполне вот так проведя пальчиком только аккуратно, разумеется хорошо вы сейчас выбрасываете этот жир сейчас мы выбрасываем этот жир и тут тоже раз-поберегая два а почему в плаву сэн позади кажется, что он полностью наполнит? да он и так полностью наполнит это не кажется зачем? он всегда полностью наполнен другое дело, что он может быть под большим давлением под меньшим если давление в пузыре больше, чем давление в полости тела что он будет делать? расширяться а если давление в нем слегка уменьшить? сжиматься но вот так, чтобы он был какой-то дряблый и сморщенный вот такого не бывает никогда он всегда такой натянутый один из самых красивых органов посмотрите, какой он перламутровый а вот эти сосудистые сетки видите? на нем вот как раз выживаются так ну и сейчас самая безумная работа пойдет раскладка пищеварительной системы дело в том, что карпа растительноядная а у какого зверя более сложно устроена пищеварительная? у хищных? у растительноядных поэтому кишечник у карпа образуют четыре петли вот отсюда отводки раз, два, три, четыре и только после этого кануса так а вот желудка нету не только у карпа, но и у его родичей глотка сразу переходит в кишечник органа накопителя нет извините, не глотка, разумеется пищевод так мимо перекарда пищевод а дальше сразу кишка никакого органа накопителя раскладка петель кишечника занятие сложное и в общем-то грязное грязное почему? а потому что разложить так, чтобы совсем ничего не порвать очень трудно а как только порвете, у вас из брыжаечных артерий из кишечных артерий лучше закроют но без такой раскладочки нельзя разобраться с тем что такое печень, желчный пузырь и так далее а вот это лучше представлять себе хорошо а вот это ганада вот это петель самец у самки это был бы яичник и было бы видно, что он заполнен кринками поскольку сперматозоиды сверх мелкие глазами их не увидишь а вот теперь смотрите, когда подсохло видно видите, вот это образование желтоватого цвета вот здесь больше желтых тонок чем вот здесь вот это петля кишечника а вот это печень так в районе печени работайте очень аккуратно потому что на поверхности печени желчный пузырь что делать? во-первых аккуратненько прирезаете пленочку вот это пакет общий да? соединяющая печень с кишечником как только видите что-нибудь очень темное в этом районе работайте с двойной опаской потому что очень темное это как раз желчный есть парламент плохо будет во-первых эту руку после этого есть нельзя будет а надо ее есть? что значит надо? экономика должна быть экономной так я как считал само собой разумеющимся желающих взять домой потом и приготовить карп запеченный с луком это отдельное удовольствие совершенно нефритово-голубой а почему продается рыба уже раздавлено желчный пузырь что это значит? ну это значит плохо хоронили или во время выгрузки эстрала просто сильно ударили по пузу настолько сильно что лопнули внутренние органы просто разрыв кишечника вы просто так не увидите а разрыв желчного пузыря вы видите сразу обратите внимание вон сердце вообще работает до сих пор ему хоть бы что так немножечко вот так вот раздвигаете вот в районе желчного пузыря очень аккуратно если бы до этого ее не убили она бы до сих пор прожила? или в какой момент она бы жила? это очень сложно граница живучести у рыб необычайна широких куда не экзотических ну понятно понятно жареные куски скачут это своим чередом понятно что рыбаки промысловые рыбаки когда занимаются своим крючковым промыслом рыбой АПУ не любят очень ну во-первых конкуренты а во-вторых просто с крючка съедают поэтому пойману акулу там я просто полить брюхо и выбрасываю а чтобы добро зря не пропадало ее потроха используют в качестве наживки так регулярно что происходит вот акулу брюхо с пароля выпотрошили за борт скинули наживили этими потрохами крючок забросили и выпотрошенная акула клюнула на собственной потрохами мало того что она живая она лунный человек вот границы живуческого рыб это штука и она через какое-то время убрёт нет через какое-то да это нахуй то что когда ее выплаты что-то выкинут то из нее пойдет кровь нет остальные приплудут ясно что очень быстренько остальные приплудут и там просто вопрос был сколько бы рыба прожила и он на этот вопрос не однозначно ответственность однозначно ответственность но живое или неживое а вот через какое-то время из него вырос кустик такое бывает бывает замечательно поэтому вопрос очень философский давайте не будем философики снимать конечно у нас задачка сегодня во всяком случае немножко другая но вот это я вам показал сейчас минимальный уровень раскладочки вот здесь видно все все важное видна селезенка плавутный пузырь гонады печень желчный пузырь петли кишечника так вот на этом уровне вскрытие для вас можно считать законченным раскладывать петли кишечника прямо вот как это на биопрактике мы делаем вам нет необходимости это работа трудная вот и теперь я вам просто для интереса покажу устройство глоточной области вам это вскрытие делать не надо во-первых череп очень сложно резать он прочный так вот прежде всего просто для того чтобы представляли себе как устроено то о чем мы с вами говорили на лекциях сейчас я удаляю жаперную крышку вот давайте смотрим первый прорез вот когда двигается жаперная крышка здесь очень хорошо видна одна складочка а вот вторая видите вот она вторая складка в этом месте легче прорезать потому что это место контакта вот здесь сустав очень прочный здесь это очень cool вот 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 Хорошо Вот, собственно, как выглядят жабры Поскольку к каждой жабре подходит жаберная артерия Сейчас я буду извлекать жабры, чтобы показать вам полностью Понятно, что избежать кручения вот здесь невозможно Сердце еще работает, значит, кровь еще прокачивается И в эти артерии, конечно, поступает кровь Поэтому кровь чего не будет, сейчас ничего не сделаешь Нет, сюда не обязательно вглотки сейчас нужно Там вглоточное вскрытие вести не надо, я уже говорил, да? Я просто для демонстрации делаю Вот одна жабра С каждой стороны у костных рыб 4 жабры стоят Давайте смотреть Первое Вот эта светло-серая дуга, от которой идут выступы, как гребенка внутрь Вот посмотрите, вот они, на остальных жаберных дугах Во-первых, вся арматура жабры только из хряща, костей здесь нет Называться эта опора будет хрящевая жаберная дуга А вот эти выступы жаберные тычинки Догадайтесь, зачем они нужны Смотрите, там внутри глотка Жаберные тычинки как раз в сторону глотки Вот, чтобы кусочки пищи выжали? Во-первых, разумеется Это система фильтра, Коль Вы совершенно правы А жаберных пестиков нету? Нет, есть жаберные лепестки Вот они, жаберные лепестки Это как раз выросты, несущие кровеносные сосуды, в которых будет происходить газообмен Так что в некотором смысле вы правы, термины ботанические Тычинки и лепестки Вот они, 4 пары таких жабры с каждой стороны Понятно? Ну, все, засим Демонстрационное вскрытие закончено Передохните пару минутчик Разбивайтесь на бригады И я сейчас приношу вывод Начинаем работать